Релакантов, которые поддерживали киевский режим и финансировали в СУ, а теперь хотят вернуться в Россию, нужно проверить на предмет госизмины. С таким предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Сейчас они начинают возвращаться обратно, но при этом делали заявление против страны и еще финансировали вооруженные силы Украины, сказал Володин на закрытой части пленарного заседания ГТ. Такие поступки имеют отношение к статье Уголовного кодекса «Государственная измена». Также председатель Нижней палаты парламента поднял вопрос о том, где размещать таких возвращенцев. Ранее он заявил, что им обеспечен Магадан, но губернатор Магаданской области Сергей Носов ответил, что никаких предателей на Колыме не ждут. «Мы получили очень много обращений от жителей Магаданской области, которые после вчерашнего моего заявления просто не понимают, почему такое мы им хотим сделать наказание. Они считают, что нечего делать на территории Магадана предателям и негодяям», сказал Володин. Он с пониманием отнесся к возмущению жителей региона, поскольку никто не хочет принимать у себя людей, совершивших низменные и подлые поступки. По словам Володина, те, кто призывал к победе нацистского кровавого режима, должны ответить по закону. «Куда их девать, еще предстоит определиться», добавил он. «Либо их надо разворачивать в аэропорту, обратно отсылать», предложил спикер Госдумы. Ранее депутат Кртсултан Хамзаев заявил, что в ближайшее время стоит ожидать возвращения тех, кто покинул Россию после начала спецоперации на Украине. По его мнению, эти люди в Европе, в Израиле уже никому не нужны, из них там лишь высасывают последние деньги.